Задача была поставлена в 1937 году. Можно ли вот этот многочлен разложить на множители с неотрицательными коэффициентами? Постановка немножко странная, мы же доказали неразложимость. Но нет, доказали неразложимость с целыми коэффициентами. Вообще-то любой многочлен над полем вещественных чисел разлагается на многочлены первой и второй степени. Поэтому в принципе это как-то можно представить с вещественными коэффициентами не целыми. А вот оказывается, что среди этих коэффициентов обязательно найдется отрицательное число. Докажем, что если попростое число, то многочлен деления круга неразложим на множители с неотрицательными вещественными коэффициентами. Во-первых, можно считать, что старший коэффициент равен единице. Просто если он не равен единице, то мы вынесем его, занесем сюда. И чтобы произведение равнялось единице, они оба должны стать единице. После этого произведение свободных членов равно единице. Если бы какой-то из них был больше единицы, то при умножении его на тот старший коэффициент у нас уже получилось бы число больше единицы. А поскольку отрицательных чисел нет, то оно никак не смогло бы уменьшиться. А здесь все коэффициенты равны единице. Значит, свободные члены единицы. Когда мы перемножаем и смотрим на коэффициент при х, то получается а1х умножить на 1, это один способ. И единицу умножить на b1х, второй способ. Значит, а1 плюс b1 это единица. Это единица. Какое-то из этих чисел должно быть не нулем. Например, пусть а1 больше b. Тогда обязательно bm-1 равно 0. Почему? Потому что если мы знаем, что вот этот коэффициент положительный, и вдруг вот этот тоже был бы положительный, то тогда x в степени m можно было бы получить, смотрите, как, единицу умножить на x в степени m, это уже единицу набрали, и еще вот так. А 1 умножить на b-1, тогда это был бы положительным числом. Слишком большой коэффициент был бы при x в степени m, значит bm-1 равно. b-1 равно 0. Теперь вспомним, что многочлен, вот этот вот, это было произведение скобок вида x- корень по степени с единицы. Причем единицы среди этих корней не было, потому что если бы еще единица была, то было бы xp-1, а у нас как раз корень x-1 отброшен. Таким образом, вот наша скобка имеет какой-то вот такой вид. Это разные натуральные числа, не превосходящие числа b-1. Посмотрим, какой коэффициент в таком произведении при m-1 степени. Это 0. b-1 это 0. Но когда мы перемножаем, то получается вот так. То есть надо из всех скобок взять x, кроме 1, откуда берем зито в какую-то степени. Значит, такое равенство верно, где, напоминаю, альфа, это число от единицы до по-1. Получается, что зито это корень из единицы, то есть корень неприводимого многочлена. Вот это доказательство основано на том, что мы знаем, что многочлен, или они к руку не приводят. И при этом зито это корень вот такого многочлена. Мы на отсеке еще сократили. У этого многочлена уже степень не больше, чем b-2. Степень меньше, а неприводимый многочлен в степени b-1. Никакой многочлен меньше степени, чем неприводимый, корнем которого является зито, не может обувлять это число. Мы уже доказали для простого числа, что соответствующий многочлен деления круга невозможно представить в виде произведения двух многочленов с неотрицательными вещественными коэффициентами. Давайте рассмотрим ситуацию числа непростого. И более того, даже для простого числа то доказательство, которое сейчас будет рассказано, интересно, потому что оно не будет использовать критерии Эйнштейна, не будет использовать неприводимость многочлен деления круга на b-частей. Мы сейчас докажем, что для любого направленного числа к при разложении многочлена х в к-1 плюс х в к-2 и так далее плюс х плюс 1 на множители с неотрицательными коэффициентами, все эти коэффициенты только нули и единицы. И тогда смотрите, что у нас будет. Ну, вы уже, помните, говорили про старшие коэффициенты, что можно считать единицами, и тогда автоматически вот эти тоже единицы. Если мы докажем, что все вот эти нули и единицы и камни простым числом, то подставив в это равенство вместо х единицу, мы получим в левой части p, а здесь произведение каких-то двух больших единиц натуральных чисел. Если попростой, то такого не бывает. Таким образом, это будет еще один способ решать эту задачу даже для простого числа. Ну, а для составного это представляет собой вполне отдельный интерес. Начнем мы с чего? Во-первых, бывают изложения. ху плюс х квадрат плюс х плюс 1 это х плюс 1 умножить на х квадрат плюс 1. Ну, и более того, для любых натуральных чисел m и n выполнено вот такое равенство. То есть я могу написать, например, х в пятой плюс х в четвертой 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 плюс х в четвер Так что разложения бывают, но по сути оно имеет такой вид, вот здесь вот подряд две единички, а здесь подряд три единички. Оказывается, что так всегда. То есть, если у нас такой многочлен такого типа представлен в виде произведения двух многочленов с неотрицательными коэффициентами, то на самом деле один из них, например, везде коэффициенты только дули единицы, а во-вторых, из одного из них можно вынести такого типа многочленов. То есть, когда у нас есть xk-1x3d3 плюс x плюс 1, представлено в виде произведения этих двух многочленов bfg, то из одного из этих многочленов можно вынести, и там останется, потом вот после того, как вынесли, какой-то многочлен с коэффициентами нуля и единицы, можно вынести выражение типа х в какой-то степени, плюс х в какой-то степени, и так далее, и так далее, плюс х плюс один, где альфа – это какой-то делитель на число А. Это было в качестве задачи на Олимпиаде. И я уже не знаю, сколько человек там ее решило. В принципе, никаких, что называется, выходящихся рамно-школьной программы идей здесь не нужно. Единственное, что не проще придумать такое решение, я расскажу даже два. Одно из них будет с использованием понятия возврата и многочленов, и с использованием того, что любой многочлен можно разложить на множители, потеря и безум. А другое, вообще, что мы здесь чуть-чуть будем использовать, то есть мы ту же самую возвратность докажем, но просто на уровне рассматриваем умножение многочленов. Так, сначала, что такое возвратный? Возвратный многочлен – это тот множество коэффициентов, которые – это полинтрон. То есть, коэффициенты при чтении слева направо стоят так же, как и справа налево. Давайте напишем соответствующую формулу. Если у вас есть какой-то многочлен в степени r, то если вы подставляете вместо x одну x, то это то же самое, что вы берете многочлен и делите его на x в степени r. Ну, или другим словом, x в степени r умножить на этот одну x – это f от x. Вот, это должно быть верно для любого числа x. Такое ираристо. Так вот, оказывается, когда вы разлагаете такой многочлен, то обязательно оба будут возвратованы. Почему? Ну, потому что мы знаем все корни вот этого мрачка. Это же корни k в степени без числа 1. То есть, это же можно записать, как x в степени минус 1 разделить на x минус 1. И смотрите, k число четное, то и минус 1 тоже будет корень, но многочлен x минус минус 1 – это x плюс 1. Он возврат. А любые другие корни расположены парами. То есть, если у вас есть на окружности какая-то точка, то и диаметрально противоположная тоже есть. Значит, если у нас вот у этого многочлена есть какой-то корень, косинус альфа плюс и синус альфа, то у него есть и сопряженный косинус альфа минус и синус альфа. И как раз вот эти два многочлена x минус косинус альфа минус и синус альфа и второй x минус косинус альфа плюс и синус альфа. Они и образуют тот самый множитель. Это неразложимый над множеством вещественных чисел многочлен. Замечательно, что это такое? Это x квадрат минус 2x косинус альфа плюс 1. Давайте поймем, почему. Свободный человек считать очень легко. Вот здесь вот такое число, здесь такое. И честное слово, если вы их перемножите, то это будет в точности квадрат-модре вот этого числа. То есть действительно 1. А коэффициент при x, ну, тоже понятно. Господа, это очевидно, возвратный негречен. Потому что его коэффициент устроен вот так. 1 минус 2 косинус альфа, 1. Ну и собрание с вами не считаешь. То же самое получается. А произведение возвратно, как это очевидно в этой формуле, конечно, возвратно. Потому что если у вас есть какой-то многочлен, обладающий тем свойством, что g 1 и x, это есть g изделий на x степени s, где s степень герчен g. Тогда, когда вы их перемножите, то у вас здесь будет произведение, и здесь будет произведение, где он не на x степени r плюс s, а это как раз и есть степень герчен герчен. Замечательно. Значит, если знать обликсные числа, то мы можем точно утверждать, что оба эти многочлена возвратны. Я уже считаю, что все помнят, что здесь стоит единица. А тогда все легко. Предположим, что не все коэффициенты 0 и 1, и рассмотрим наименьший индекс, для которого или AST, или BST, или и то и другое вместе не 0 и не 1. В таком случае AST, ну для определенности AST, это не 0 и не 1. Тогда это какое-то число, которое больше 0 и меньше 1, потому что они там все были неотрицательные числа. Дальше рассматриваем случай. Вот пусть BST больше 0. Тогда смотрим, как можно получить х в степени n, когда мы перемножаем там скобки. Можно перемножить х в степени n на вот эту единицу. А можно взять здесь BST, х в степени s, ну а здесь AN-ST, х в степени n-S. Тогда отсюда х в степени s, отсюда х в степени n-S и как раз будет х в степени n. Так вот, обратите внимание, из-за того, что многочлено возвратное, AN-S и AS это одно и то же. И получается, что вот это не 0, это не 0, ну и значит здесь больше единицы, а это невозможно. Замечательно. Смотрим второй случай. Пусть BST равняется 0. Ну, в таком случае тоже ничего сложного. Посмотрим коэффициент при х в степени s, когда мы перемножаем те две скобки. Очевидно, что это AS-TB0 плюс AS-1B1 и так далее плюс A0 и BST. Так вот, BST это 0, поэтому вот эта вот последняя слагаемая 0, все остальные слагаемые, кроме первого, это какие-то нули и единицы, потому что мы ведь взяли наименьшее число для которых, значит для всех меньших чисел, это только нули и единицы. А вот это B0 это единица, а AS-T это не 0 и не единица. Получается, что вот это вот какое-то число больше нуля и меньше единицы, то есть не целое. Все остальные числа целые, значит это не единица. А в произведении у нас коэффициент при х в степени s должен равняться единице. Вот довольно простым образом, как видите, мы доказываем, что все вот эти вот AS-TB1 должны быть только нулями и единицами, если, внимание, мы знаем возвратности. Если мы знаем, что такое комплексное число и понимаем, что вот эти многочлены обязаны быть возвратными. Вот оказывается, можно и без комплексных чисел доказать, что они будут возвратными. Каким образом мы это делаем? Очень просто. Смотрите, мы просто говорим, что 1-1-1-1, то есть в каком смысле набор, вот эти уже есть, да? И опять рассмотрим наименьшее число, для которого, только на этот раз, и как там написано AS-T или BS-T, а для которого началась несередичность, да? То есть, для которого или AS-T не равно AN-S, или BS-T не равно BN-S. Пусть S наименьшее число, наименьший индекс, для которого или AS-T не равно AN-S, или BS-T не равно BN-S. Посчитаем эффцент в произведении вот этих двух многочленов при X в степени S и при X в степени M плюс R плюс R плюс S. Смотрите, и то, и то должны быть единицы, потому что они как раз вот в этом многочлене, а в среде четыреха, тут все эффценты единицы. Вот, у нас есть формула, непонятно, когда вы перемножаете, или вы берете A нулевое, отсюда наоборот, X в степени S, да? Когда A нулевое было вот это, а X в степени S, ну, проявляет все это. Или чуть побольше, если здесь не смеешься. В общем, честное слово, многочистое перемножается вот так. A нулевое, BS-T, A первое, BS-1, A второе, BS-2, и так далее. AS-1, B первое, AS-T, B другое. Отлично. Ну и при X в степени M плюс R минус S формула аналогичная. А, N, B, M минус S, T, A, N минус первое, B, M минус S плюс первое, и так далее, и так далее. А, N минус первое, B, M минус S плюс первое, и, наконец, А, N минус S, T, B, M. Так смотрите, S было наименьшее, когда выполнено хотя бы одно из этих неравенств. Значит, все, кроме первого и последнего, это абсолютно знаковое слагаемое. Потому что не знаю, какие, но знаковые. И поэтому, приравнивая вот это выражение к этому, мы обнаруживаем, что вот это все исчезает. А остаются только крайни. То есть, B, S, T, вы помните, что у нас A нулевое от единицы, плюс A, S, T, то, что B нулевое от единицы, это то же самое, что B, M минус S, T, плюс A, N минус S, T. Вот вы получили такое замечательное ограничение. Ну, казалось бы, ну и что, сумма двух чисел равна сумме двух других чисел. Но смотрите, если мы с вами перемножим B, S, T и A, N минус S, T, то мы обнаруживаем, что получается ноль. Потому что, когда подсчитываешь коэффициент при х степени N, то вот так вот он уже получается. Отсюда берем единицу, и отсюда берем единицу, и х степени N уже есть. А когда берешь здесь B, S, T, X степени N, S, T, A, N минус S, T, X степени N минус S, то это, собственно, лишнее, уже наберется слишком много. Это обязательно ноль. Ровно по той же причине, когда вы умножаете A, S, T на B, N минус S, T, то если бы было не ноль, то слишком большой коэффициент был бы при х в степени N. Все. Вот теперь уже все абсолютно очевидно. Какие здесь могут быть варианты? Скажем, если A, S, T и B, S, T оба нули, то, казалось бы, здесь все хорошо, но тогда сумма неотрицательных чисел равна нулю. Такого не бывает. В смысле, что они должны быть тоже нулями, и получили предварительные. Получили, что они все нули. Другой случай. Представьте себе, что здесь вот у нас стоит ноль, а здесь стоит не ноль. Но тогда A, S, T даст нам то, что вот здесь ноль. Замечательно. И получается, что это не ноль, здесь ноль, здесь ноль, и значит, A, S, T равняется вот этому. Опять все получилось. А вот в общем подумайте. Вариантов не так много. По сути, я все рассказал. Из этих трех правильств следует, что B, S, T равняется B, T, N, минус S, A, S, T равняется A, минус S. Все. Мы доказали, что ноль член обязательно являются возвратными. Теперь давайте вернемся, собственно, к обсуждению таких изложений. На самом деле, все уже совсем просто. Потому что мы поняли теперь, что коэффициенты A и B все равны только нулям и единицам. И, соответственно, мы вот такое вот изложение можем представить в таком геометрическом виде. Но только давайте тут что считать отрезками, а что считать с двигами отрезков. Смотрите, как абсолютно. Вот мы уже знаем, что это единица, это единица, чему равен коэффициент при их первой степени произведения. Это A первое на плюс B первое. Мы знаем, что это все, это нуля единица. Значит, какое-то из этих чисел единица, а какое-то из этих чисел это у нас обязательно нуль. Отлично. Ну вот, кто, который единица, и пойдет в виде системы отрезков. А другой многочлен пойдет в виде системы параллельных сдвигов. Разложение X2 плюс X2 плюс X1 на множители X2 плюс X2 плюс X1 мы выражаем так. X2 плюс 1 это отрезок длины 1 и еще отрезок длины 1. Да, вот это есть. Умножение умнотурных многочлен это сдвиг на 0, потому что единица это X0 и сдвиг на X2. Замечательно. 4 отрезка 1, X, X2, X2 изображены так. Замечательно. Здесь что показано? Здесь показано разложение 1 плюс X плюс X2 умножить на 1 плюс X2. Это и есть 1 плюс X плюс X2 плюс X4 плюс X5. Замечательно. А что здесь показано? 1 плюс X дальше, то есть умножаем на X2 и умножаем на X4. И получается тот же самый ответ 1 плюс X3 скуп лишь X4 и так. Замечательно. Ну и посмотрите, очевидно, что это как вот. Отрезок длины 1, N, у нас есть вот такой вот отрезок длины M, и он несколько раз подъем на 1, N. Так вот, мы, повторяю, знаем, что здесь коэффициенты нули и единицы. Более того, для определенных мы можем считать, что вот эти оба коэффициенты что теперь нужно доказать? Что если мы пройдем вот в этом многочлене, начиная от младшей степени сюда, пока все коэффициенты вот эти единицы, то на самом деле вот этот многочлене будет делиться на 1 плюс X плюс X там в какой-то степени. Его может быть вывести. А здесь останется только многочлен из нулей и единиц. Ну и здесь конечно из нулей нет. То есть понятно, как устроено вот это вот разложение и геометрически этот факт просто очевиден. Фактически у нас такая задача. На отрезке задана некоторая система отрезочков, не пересекающихся друг с другом. Доказать, что если весь большой отрезок можно покрыть в точности параллельными сдвигами этой системы, когда отрезочки не должны накладываться по внутренним точкам, а могут только стыковаться в конце, то длины всех отрезков нашей системы на самом деле одинаковые. Так вот смотрите, можно считать, что сдвиги выполняются как при умножении у нас только направо и рассмотрим самый левый отрезок. среди сдвигов обязательно должен быть сдвиг на югину. Вот, смотрите, если у нас есть какая-то длина D, то точки, которые здесь расположены, как-то же надо покрыть, чтобы весь отрезок был покрыт. Поэтому сдвиг на D обязательно у нас есть. Замечательно. Теперь смотрите, что было бы, если бы среди отрезочков был какой-то отрезок, длина которого больше, чем D. Ничего хорошего. Потому что при этом сдвиге он сдвинулся бы всего лишь на D и, соответственно, по внутренним точкам с исходным отрезком пересекался. Так нельзя. То есть, все длины не больше, чем D. А что было бы, если бы наоборот был бы какой-нибудь отрезок меньше, чем D? Оказывается, тоже ничего хорошего. Давайте смотрим так. Из всех отрезков длины меньше, чем D возьмем самый левый. Вот представьте себе, его длина меньше, чем D. Тогда вот у нас сдвиг никакой сдвиг не меньше, чем на D. Тогда вот эта точка, которая здесь расположена, вообще-то ничем не может быть покрыта. Потому что любой сдвиг сдвигает не меньше, чем на D, а при этом отсюда прийти отрезок не может, потому что иначе он пересекся с этим. Таким образом, все отрезки системы должны быть ровно длины D. И, собственно, все доказали. Все отрезки одной и той же длины длины м к